Турпоток в Алтайском крае постепенно возвращается к дековидному рекорду в 2 миллиона 200 тысяч человек. За 7 месяцев регион уже успели посетить почти полтора миллиона, на 4% больше прошлогодних показателей. Притом более половины туристов приезжали повторно. И это оправдано не только тем, что отдых за пределами России ограничен и обходится очень дорого, но и большими инвестиционными вложениями в регион. В текущем году предусмотрено практически 1 миллиард 300 миллионов рублей. Из них 671 это средства федерального бюджета, чуть более 600 выделено из краевого бюджета и 20 миллионов составили средства местного бюджета. И правда, это в 5 раз больше в сравнении с 2019 годом. Сейчас большинство средств идет на развитие инфраструктуры. Вслед за лучшими условиями растут и цены на оказываемые услуги, постепенно приближаясь к московским. Однако есть и другая статистика. До 70% гостей едут по-прежнему из соседних регионов. И самого Алтайского края. Платить по 100-150 тысяч жителей Алтайского края не могут, так как в крае очень низкие заработные платы. И это нужно исправлять. Наши санатории должны предоставлять скидку до 50% для жителей нашего региона, а взамен получать компенсацию с краевого бюджета. Однако, по словам Евгения Дешевых, проблем с ценовой политикой нет, так как край входит в 20-ку самых доступных для отдых регионов. И это не предел. Цели намечены. Развитие Степного Алтая, Горной Колывани, Салаира и Горного Черыша. Последний, кстати, особенно зацепил депутатов. На территории села Черышского мы запроектировали строительство сырной деревни, так называемой. И вот в рамках программы «Агротуризм», насколько я понимаю, это федеральное финансирование, то есть максимальный объем финансирования уделяется 10 миллионов рублей. Даже если сложить эти средства с районными, не хватает. Поэтому депутаты обратились за поддержкой к Управлению по туризму с тем, чтобы сделать бюджет комбинированным. Евгений Дешевых поддержал идею и сказал, что рассмотрит все возможности. Кстати, в крае активно развивается не только агро, но и экотуризм. И для привлечения туристов, по нашему мнению, необходимо первое, создавать современные гостиничные комплексы. Здесь отмечу положительную работу управления. Как уже звучало выступление, край получил самую большую субсидию на возведение модульных объектов размещения почти миллиард рублей. В выступлении Андрея Абрамова, члена фракции «Единая Россия», также прозвучали предложения по ремонту дорог в некоторых не самых популярных рекреационных зонах. Представитель профильного управления согласился с предложением и добавил, что уже есть планы в течение ближайших трех лет улучшить дорожное полотно между Солонешным и Республикой Алтай. Среди планов также участие в системе электронных путевок ближе к марту следующего года. Это позволит рынку туризма быть более прозрачным. Законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.